Всем доброе утро! Хорошего настроения, онлайн тренировки, гол фитнес, Потапенко Юрий. Сегодня наш класс по просьбам трудящихся называется ОФП свиминг. Небольшая расшифровка, общие физические упражнения для пловцов. Как мы знаем, вся наша сеть наполнена бассейнами. В ней занимаются как профессионалы, довольно-таки именитые, так и дети, которые занимаются секциями комплексы для пловцов, которые сегодня я покажу. Я рекомендую выполнять практически каждый день, либо чередовать со своими тренировками. Почему я взял эти комплексы? Потому что, в главном случае, очень много пловцов, которые занимаются у меня и персонально, и на секциях, выполняют эти упражнения. Итак, с чего лучше всего начинать ОФП тренировки, то есть на суше, это с обычных разминочных упражнений. Обычные разминочные упражнения рекомендую выполнять пловцовский разминочный комплекс. Не забывайте разогреть. Первое, поднять немного пульс, то есть это какие-то пробежки, возможно, прыжки, прыжки на скакалке. Чередуем в работе прыжков на скакалке с бегом. Небольшие комплексы на выпрыгивание, ну а также беговые дорожки, если есть у кого-то, либо велобайки, сайлы. Итак, после этого, естественно, лучше всего размять плечевой пояс, то есть обращаем внимание на плечи, круговые вращения плеча, круговые вращения локтевых суставов, также скручивающие движения, наклоны. Обязательно должен хорошо быть размят и разогрет позвоночник, а также мышцы спины. Не забывайте выполнять выкруты, которые дают мобильность ваших плечевых суставов при выполнении различных комплексов плавания. Итак, я сейчас покажу небольшой набор упражнений разминочных, это буквально небольшой набор, ну а дальше мы перейдем как раз к самим упражнениям для пловцов. Итак, друзья, приготовьтесь, вам нужно дать любую кардионагрузку, прыжки на скакалке, либо легкие пробежки на месте. Чередуем всегда работу переменную со скоростью с прыжками. Итак, первое упражнение это вращение плечевых суставов. Руки мы стараемся держать максимально прямые, удерживать прямую спину и вращать плечевых суставов. Не забывайте, что движения вращающие должны быть у вас с прямыми руками, то есть максимально мощные. Старайтесь плечо максимально близко приближать к уху, это увеличит вашу мобильность. Несколько движений назад, несколько движений вперед. Вы можете их также чередовать с движениями разноименная рука, это правая назад, левая вперед и раскачивая именно самим корпусом. Немного сгибая ноги, руки расслаблены и выполняем вращающие движения. Руки свободно, как плетье, суставы мобильные и в другую сторону. Также то же самое себя раскручиваем. Очень важно, чтобы руки встречались в центральной точке. Поработайте ногами. Локтевых суставов не забудьте разминочные движения. Последние – это для того, чтобы хорошо разогреть локтевые суставы. Не забывайте, что локтевой сустав участвует в последней фазе грибка, который мы называем разгибанием руки, также трицепс. То есть движения такие бросающие, разгибающие, очень напоминающие движения лыжника. Можно также поделать движение разгибающего лыжника. Кисть стараемся расслабить, стряхивая руки. Такие движения. Дальше следующее упражнение у нас с вами будут руки в замке. Буду спиной в таком положении, руки в замке. И выполняющие подъемы до параллели с полом. То есть такое движение, не наклоняя корпус, упираясь, мы стараемся выполнять движения. Это придаст мобильный сустав, растянет вам грудные мышцы и также подготовит вас к различным комплексам. Следующее упражнение вы можете выполнять также в наклоне. Выполните наклон, да, движение, заваливающее движение, работа в плече. Таким образом мы с вами стараемся размять грудной отдел, выполнить движение вправо-влевую сторону, не разъединяя рук с замка. Не забывайте выкруты. Для выкрутов вам нужно будет взять какую-либо скакалку и выполнять движение таким образом, чтобы у вас суставы выполняли выкручивающие движения. По мере того, насколько ваш сустав приобретает мобильность, вы можете также уменьшать расстояние между правой и левой кистью, для того, чтобы выкрут был более мощный, более сильный. Но поскольку вы уже размялись, мы больше акцентируем внимание все-таки на упражнения, а не на разминке. Не забывайте, что при выполнении комплекса у нас с вами будут наклоны, поэтому обязательно делайте наклоны для того, чтобы растянуть и подготовить свой позвоночник и заднюю поверхность бедра. Ну, что, друзья, начинаем. Начинаем. Кто готов? Первое упражнение у нас, которое будет, это обычные приседания. Обычные приседания мы выполняем с положения рук стрелки. Итак, руки мы стараемся зафиксировать. Обратите внимание, что я приближаю максимально близко руки к ушам, то есть фиксирую голову, руки так называемые в стрелочке, стопы у нас находятся на ширине плеч, наших широких лавцовских плеч, открытая грудная клетка и выполняем приседания. Вот такие движения. Движения должны быть ровные. Это поможет выполнить, вернее, укрепить вам заднюю поверхность бедра, обычный комплекс, удержать, опять же, спину в том статическом напряжении, также прямую мышцу живота и, опять же, правильная постановка рук при передвижении в воде и передвижении в воде. Итак, друзья, такой комплекс выполняется с вами от 15 до 30 раз, при том же это может быть многоповторная тренировка, вы можете много повторять ее раз. Следующее упражнение, которое я вам покажу, так вот, предыдущее, давайте будем от предыдущего, и каждый раз мы будем соединять, чтобы вам было удобно. И так обычные приседания. Вот такие вот. От 15 до 20 раз. Показываю широко, сохраняю обниму и спину. Вот такое движение. Следующее упражнение у нас может быть также выполнено со стрелочкой, да, с положением рук стрелочки, вот так еще раз показываю, с касанием и вытягиванием рук. Вот такое движение. Посмотрите, насколько вытягиваем спину, выполняем наклон, такое движение. Помните, да, это подчеркивает наше движение, правильное движение рук. Это дает вытяжение и мышечную память нашим мышцам, которые выполняют движение в воде. Итак, друзья, выполняйте упражнение приседания, после этого это может быть наклон и выбрасывание рук перед собой. Вот такое движение. Следующее упражнение, которое мы выполняем, оно уже более техничное. Вот в таком положении, в таком положении мы стараемся приобрести прямую спину, вытянуть макушку. Вот. И такое движение, выполняющее, круговое. От 50 до 100 раз. Притом же очень важно, очень важно при выполнении упражнений и держать руку прямой. Вот смотрите, я ее здесь сгибаю, как при выполнении кроля. И так же прямая. Итак, движение может быть как правой, так и левой рукой. Двумя руками мы пока это упражнение разбирать не будем. Упражнение, как для тех, кто занимается в секции, так и персонально. Пожалуйста, выполняйте. Это будет укреплять ваши мышцы плечевого пояса, а также мышечный корсет плотца. Следующее упражнение у нас будет уже партерная часть, в которую мы будем переходить. Для пловцов всех стилей рекомендовано упражнение, которое называется землемер. Все мы знаем, что пловцы всегда работают. Большая часть работы для плавания у нас это больше плеча. Поэтому здесь движение, которое называется землемер. Пловцы в паре могут выполнять это упражнение тачка или либо лягушка на руках. Я показываю землемер. Партнера нету. То есть это базовое упражнение. Его могут выполнять не только дети, но и взрослые. Разгибание. Основные мышцы, которые здесь работают, это кор, что очень важно для пловца. А также плечевой пояс. Мышцы плеча, грудные дельфи. Итак, стрелка. Добавляем упражнение в стрелку. Обратите внимание на то, что я полностью вытягиваюсь. То есть я продолжаю, как бы, некое скольжение в воде. В фазе скольжения. Двигаюсь. Сохраняя прямую спину. Вот такое движение. Итак, землемер. Друзья, немного повторюсь. Итак, первое упражнение у нас с вами было приседания. Помните, да? Второе упражнение у нас было вращающее движение. И третье упражнение – это землемер. Итак, он может быть базовый, без рук, без выполнения стрелочки. И стрелочку. Помните, да? Значит, так как мы перевестились с вами уже в положение партера, значит, партерные части предлагаю вам следующее упражнение на мышцы стабилизатора. И те мышцы, которые как раз участвуют при выполнении плавания различными стилями. Посмотрите движение, работа в диагональ. Это может быть резина, привязанная к руке. Это может быть резина, привязанная к ноге. Спина зафиксирована. Взгляд направлен вниз. Внимание, вид сбоку. Такое движение. Сохранение баланса. Стопу обязательно тянем. Не забывая, как выполняют это упражнение королисты, да? Мы обязательно вытягиваем стопу. То есть мы череним работу как правой рукой, левой ногой, так и наоборот. Не забывайте эти комплексы все соединять. Вы можете их выполнять от 15 до 50 раз. Ну, опять же, это зависит от того, насколько вы подготовлены и как вы будете работать с этим комплексом. Следующее упражнение, которое у нас с вами для плавания, я подготовил вам отжимания с хлопком. Отжимания с хлопком очень хорошо развивают грудные мышцы, мышцы трицепса. И также прекрасно подходит для всех стилей плавания, но в основном это, конечно же, брас. Итак, посмотрите следующее упражнение. Я его буду выполнять с колен. Попок у нас перед головой. Такое движение. Здесь брас, пловцы, профессионалы могут выполнять образом. Таким. Можно с колен. То-то самое. От 15 до 50 раз в количестве подходов. Это первое. Второе. Вы можете его заменить, опять же, тачкой, если у вас нет партнера. И продолжать укреплять грудные мышцы, мышцы трицепса и плеча. Итак, еще раз повторюсь, чтобы вы записывали, запоминали. Первое упражнение у нас с вами – присед. Помните, да? Второе упражнение у нас с вами было – рука. Третье упражнение – землемер. Мы сразу берем две опции. Помним, да? Потом у нас с вами вытяжение. И отжимание с хлопком. Подготовить выбрасывание рук. Мощное движение при сопротивлении воды. Это увеличит, опять же, ваш полный функционал в момент того, что у вас вода отсутствует. Итак, друзья, следующее упражнение – положение лежа. Здесь все довольно-таки просто. Это упражнение практически выполняем все. Это руки, ноги, кроль в гиперэкстензии. Итак, посмотрите, положение лежа. Сохраняем прямое положение корпуса. Взгляд вниз. Лбом ни в коем случае не опираемся. Потому что это уже немножко не фитнес, а все-таки мы переходим в формат спорта. Взгляд направляем вниз. Держим прямую спину. Прогибаемся в пояснице. Держим статическое положение. И работаем ногами, руками, кролим. Желательно, чтобы у нас работа рук и ног была согласованной. То есть здесь мы включаем работу руки, ноги и стараемся работать. Здесь по количеству раз, конечно, сложновато считать, потому что малая амплитуда. Здесь у нас с вами взята малая амплитуда. И в связи с этим рекомендую работать по секундомеру. То есть минутная работа, выполнение минуты. Либо 30 секунд быстро, 30 медленно. Но различные комплексы и режимы работы во времени вы, наверное, уже знаете. Тем более, если те, кто занимается профессионально. У вас в любом случае есть, возможно, какие-то планы тренировочные, в которых вы работали. Если вы спринтан, либо стаил, либо комплекс плаваете. То есть здесь очень важно именно выполнять и работать в таком режиме. Поэтому весь этот комплекс, это не значит, что комплекс нужно повторять. Его можно чередовать, его можно выбирать различные упражнения, которые вам нравятся. И для себя выполнять именно эти упражнения. Итак, следующее упражнение, которое мы выполняем, снова спина. Все мы знаем, что основная мышца, которая работает при плавании, это естественно спина. Ну, не забываем мы про ноги. Стопы у нас вытянуты, живот втянут. Вот в таком положении у нас находятся руки. Здесь руки у нас полностью вытянуты. И выполняем движение, напоминающее брас. Причем локоть двигается параллельно плотно, прогибаемся в пояснице, живот тягиваем, держим сильный пресс, сводим лопатки, взгляд направляем вниз и выполняем движение. Такое движение поможет вам укрепить спину, задействовать широчайшие мышцы спины, нагрузить немного мышцы дельта, а также загрузить немного позвоночника, выпрямителя позвоночника. И проработать мышцы кора. Это очень важно для тренировки плавания. Хорошо, следующий блок у нас с вами будет такой небольшой функционал для ног. Ноги нужно тоже укреплять. Ноги работают довольно-таки мощно, особенно при выполнении спринта, спринтерской работы в воде. Что мы делаем с вами на тренировках на суше. Значит, посмотрите, первое упражнение, которое у нас есть, это, конечно же, приседания. Приседания и опции приседаний могут быть разные. Для тех, кто хочет максимально хорошо нагрузить свои ноги, это, конечно же, прыжковые упражнения. Прыжковые упражнения могут быть как в длину, так и вверх. Также рекомендую вам их соединять не только вверх, но и вертикально, то есть используя небольшую плеометрию. Итак, первое упражнение у нас выпрыгивание. Помните, на рам мощный. То же самое, от 15 до 50 раз вы можете чередовать. Можете чередовать любой режим, естественно, присед должен быть, вернее, выпрыгивание должно быть из очень глубокого приседа. То есть таз, чтобы уходил чуть ниже коленного сустава. В таком положении мышцы максимально натяжение. И здесь идет максимальное сокращение и утяжение. При выпрыгивании вверх мы натягиваемся, как струна, и пытаемся как бы проскользить, выпрыгнуть вверх. Следующее упражнение, которое будет в длину, я всегда на показ этих комплексов беру всегда длинный ковер, либо стараюсь прыгнуть, чтобы вы видели максимально далеко в длину. Итак, у нас с вами прыжок в длину. Прыжок в длину то же самое, увеличивает максимальную силу ваших ног, тренирует скоростно силовые качества, взрывные качества в основном. Поэтому старайтесь выполнять то же самое, прыжки вперед. Не забывайте работать руками. Чем дальше вы прыгаете, тем максимальней вы стараетесь немного встряхнуть свою нервную систему. Не забываем, что от нервной системы то же самое зависит очень многое, поэтому все упражнения стараемся подобрать именно таким образом, чтобы чуть-чуть нервную систему задействовать. Вот прыжковые упражнения как раз очень хорошо включают нервную систему. Итак, значит, я показал прыжки вам вверх и прыжок в длину. Их можно чередовать таким образом. Обратите внимание, такой может быть комплекс. Это уже для тех, кто занимается профессионально и очень часто выполняет данный комплекс. Итак, прыжки вверх. Прыжок в длину и вверх. То есть, такой комплекс поможет максимально нагрузить вам ноги. Теперь, помните, да? Итак, три прыжка. Прыжок в длину и сразу вверх. То есть, некое быстрое, максимально быстрое переключение. Все прекрасно. Если вы делаете таких упражнений именно с прыжковым передвижением, как горизонтально, так и вертикально, нам тоже очень круто работают ноги. Итак, немного ног мы выполнили. Сейчас следующее упражнение для задней поверхности бедра. Смотрите, упражнение немного на баланс. Я встаю чуть-чуть боком, как бы в диагональ, чтобы вы понимали, что у нас будет дальше. Здесь у нас с вами будет движение ноги. Очень напоминающее упражнение лыжника. Руки вытягиваем. Так, на одной ноге, руню, вытягиваемся, струну, стопа вытянута. Полное разгибание ноги. Работаем как на правую ногу, так и на левую. То же самое, эти комплексы вы можете чередовать. Брать несколько упражнений на ноги, несколько упражнений на спину, несколько упражнений на плечо. Продолжение следует...